Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 3 ноября, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Аркадия, Анатолия, Константина, Сергия, Василия, Федора, Владимира, Николая, Иоанна, Александра, Дмитрия, Алексея, Пелагии. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память преподобного Иллариона Великого. Как роза вырастает на Тернии, так сей Святой Великий родился в семье язычников, живших в селении Фавафа, близ Газы Палестинской. Родители отправили его учиться в Александрию, где одаренный юноша быстро овладел и светской ученостью, и духовной мудростью. Познав Господа Иисуса Христа и крестившись, он возжелал всецело предать себя Богу на служение. Горя таким сердечным намерением, Илларион посетил преподобного Антония в пустыне и стал его учеником. Затем вернулся в родные края, подвязался близ Маеума под Легазы. Устрашали его демоны различными привидениями, но молитвой к Богу и крестным знаменем он всегда побеждал их и отгонял. Вокруг него собралось множество ревнителей духовной жизни. Стал преподобный Иларион для Палестины тем же, чем был преподобный Антоний для Египта. Божественный учитель, неутомимый подвижник, дивный чудотворец. Иларион был уважаем не только христианами, но и язычниками. Однако, опасаясь людских похвал и повторяя с плачем, «Горе мне, ибо принял я на земле свою награду», он переходил с места на место, только чтобы укрыться от людей и остаться наедине со своей душою и с Богом. Так, некоторое время имел он пристанище в Египте, потом на Сицилии, в Далмации и, наконец, на Кипре, где около 372 года скончал свою многотрудную жизнь, достигнув 80-летнего возраста. Исихий, ученик преподобного Илариона, перенес его чудотворные мощи в Палестину и положил в основанном им монастыре. Господь в Евангелии обозначает один из основополагающих принципов спасения. Он говорит, «В терпении вашем спасайте души ваши». Это удивительный добродетель — терпение. Терпение, которое постепенно приводит человека к божественной добродетели, в которой есть смирение. Она очень необходима и, к сожалению, очень редко встречается в современных христианах и нехристианах. Человек очень легко ведется на всевозможные соблазны, на расслабление, на несдержанность в борьбе за отстаивание своих прав, комфорта, благополучия, не готов потерпеть и малых трудностей. Например, чуть больше постоять в очереди из-за того, что случилась какая-то заминка или у врача, или впереди стоящей машины, или когда шофер по неопытности совершит неудачный маневр, надо обязательно это зафиксировать, его наказать или так посигналить, что на целый день запомнил. И таких эпизодов можно вспоминать тысячи и тысячи, когда человек не способен потерпеть какой-то малой, незначительной мелочи. А если кожу снимать с живого или иголки под ногти загонять, вот каждый день вспоминаем десятки, иной раз сотни и тысячи святых, в основном мучеников. И как так привыкли слушать эти истории, они даже вообще не касаются нашего сознания, каким-то фоном идут. Это же живые люди, люди, которые хотели жить, у которых были семьи, дети, любимые, которые о чем-то мечтали, чему-то стремились. Вот пришел момент истины, когда нужно встать и выйти из ряда вон, потому что дальнейшее соглашательство было недопустимо. Или император приказывает пойти и умереть в бою, и воины на это шли, потому что это подвиг, жизнь отдать за ближних своих. Или говорят, что перед сражением нужно принести жертву нашим богам. И тогда воины вставали и говорили, «Нет, мы готовы умереть через мучения, но не изменить своему Христу». И шли, и умирали. Но так ведь это не на пустом месте вырастает мужество, терпение, решимость, потому что верный в большом, он сначала когда-то был верен в малом. А в малом, а в малом это в бытовых условиях. Посуду за собой помыть, не хватать куски раньше положенного времени, не огрызаться родителям, когда они просят убрать у себя в комнате, или помыть в квартире, или вынести мусор. Это потерпеть усталость жены или раздражение мужа. Это снизойти к немощам ближних, как-то их пожалеть, посмотреть, что человек незнающий, неопытный. Оправдать его, себя укорить. И, опять же, ежедневно тысячи возможностей Господь нам дает для воспитания терпения. Так интересно, девушка-подросток некоторое время пообщалась с недавно вышедшей замуж, ну, так скажем, старшей сестрой во Христе. И мама стала подмечать, что девушка как-то пытается себя удерживать, потому что раньше в таких же ситуациях она дерзила, хамила, огрызалась. А тут видно, что терпит, но не дает волю своим страстям. И спрашивает, а что случилось? Она говорит, ну, я вот пообщалась с семейным человеком, который три-четыре месяца замужем, и поняла, что это великое дело научиться терпеть. Потому что семья, новосозданная, это начало новой жизни, новых отношений. Я, говорит, поняла, что это непросто. Ну, со слов человека. Сама еще не вкусив, но понимаю, что к этому нужно готовиться. И вот я готовлюсь. Готовлюсь, слушаясь своих родителей. Удивительный пример серьезного отношения к жизни. А Господь за терпение, Он всегда подает сугубую благодать. Ну, потому что через эту добродетель человек свидетельствует, что он хочет быть Богу угодным. Ну, потому что Бог ведь гордым противится, а смиренным подает благодать. А смирение рождается через преодоление своего самоволия, самоугодия, саможеление. И так интересно наблюдать. Например, в поездку в дальнюю поехал человек впервые. Ну, недавно пришел к церкви и совершенно не привык еще к условиям паломнической жизни, потому что это все-таки современные, комфортные, но менее комфортные, чем обычные условия жизни. И туалет на этаже, а не в квартире. И где-то сквознячки. И спать на непривычном диванчике, а на раскладушечке. И питание более сдержанное. И распоряд огня суровее, чем в обычном режиме. И с непривычки бывают сбои. Человек начинает немножко посвистывать. И капризничать, и где-то раздражается. Но если он с собой справляется, просто смиряется с тем, что это неизбежно. Вот никуда с подводной лодки уже не денешься. Раз назвался Груздин, значит, надо вытерпеть все положенные испытания. Нравится себе, не нравится, капризничать, не капризничать, никуда от этого не деться. Если человек смиряется, не становится в оппозицию до самого конца мероприятия, а как-то подчиняется этому течению времени и жизни. Вдруг смотришь, а внутри произошла перемена. лицо просветлело, глазки стали как-то более ясными, слова более мягкими. Это внутренние изменения, это какой-то результат малого усилия над собой. И так всегда через терпение внешних обстоятельств меняется внутренний мир человека. Если бы мы это ценили, если бы мы любили свою душу настолько, чтобы могли преодолевать какие-то мелочи ради более драгоценного, если бы мы умели играть в шахматы и умели совершать вот этот гамбит, уступать в малом для приобретения большего. Насколько жизнь была бы более радостной, светлой. Ну, потому что счастье человека, оно зависит не от внешних обстоятельств, а от того, что происходит у него в душе. А если в душе мир, приобретенный через терпение, то ну кто этот мир у человека может забрать? Давайте будем внимательны, дорогие мои, и друг к другу, в первую очередь к самим себе, и помогай нам в этом, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok